Братья и сестры, всех приветствую! Мысль для нашего размышления и для молитвы. Давайте прочитаем Откровение с 3 главы, с 7 стиха и ниже. Откровение 3 глава, 7 стиха. И ангелу филобельфийской церкви напиши. Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Я свое внимание хочу обратить на одиннадцатый стих. Держи, что имеешь. Знаете, это серьезное предостережение всем верующим людям. Серьезное предупреждение всем искупленным кровью Иисуса Христа. У меня несколько вопросов по этому стиху. Кто предупреждает? Знаете, иногда безразлично, от кого исходит предупреждение. Потому что мы предупреждающие знаки видим на дорогах. Мы видим знаки на территории, которые предостерегают, предупреждают. Иногда мы читаем лейбл, этикетку на каком-то химикате или что. Мы видим конкретно предупреждающего человека, что это яд, это поизнь, это смерть. Однажды мне пришлось быть в горах, здесь в нашей местности недалеко. И я ехал по этой дороге, и вдруг дорога как бы сужается. И смотрю, знак стоит, небольшой такая вывеска. И написано, что дальнейший ваш путь будет с опасностью и с вашим личным риском на жизнь, потому что на дороге не будет ограничения, не будет ограничения для безопасности. То есть ты рискуешь, хочешь еть, хочешь не еть. То есть мы видим различные предупреждения, и порой мы даже, знаете, просто игнорируем вот эти предупреждения, не смотрим на то, чем нас предупреждают. И поэтому иногда безразлично, от кого исходят вот эти предостережения. Но в данном случае это очень важное. Очень важное предостережение, которое для нас, для христиан. Почему оно важное? Потому что оно исходит от самого Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. От Него исходит к нам, к верующим, познавшим Его любовь и последовавшим за Ним. Почему оно исходит от Него? Потому что Христос положил на алтарь нашего спасения, твоего спасения и моего спасения, свою честь. Он положил свою славу и положил свою жизнь. И поэтому Его забота о нас, о последователях Его, о церкви своей, она очень искренняя, Его забота. Поэтому мы видим Христа, который предупреждает через слово сегодня всякого верующего. От кого еще происходит предупреждение? Тогда, когда мы читаем Слово Божие, открываем страницы Священного Писания, мы находим, что предупреждают церковь, любящие церковь, апостолы, которые были очевидцами и свидетелями Христа, действий Его, Его жизни. Они видели чудные дела Его. И поэтому, подсознавая эту ответственность от тех, которые последуют за Христом, они предупреждают нас через Слово Свое. Апостол Петр в первом своем послании, в 4 главе 7 стих, говорит такие слова. «Впрочем, близок всему конец. Итак, бодрствуйте, и так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». В этом же послании, в 5 главе 8 стих, Петр как бы подтверждает и предупреждает опять и говорит «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Удивительное предупреждение. И сколько таких предупреждений мы еще находим в Слове Божьем, которые порой мы игнорируем, порой мы не обращаем на них особого внимания. Кому обращено предостережение, о котором мы прочитали? Касается ли оно нас, или оно не касается нас? Потому что здесь написано и ангелу Филадельфийской церкви. То есть пресвитеру Филадельфийской церкви обращено это послание и предупреждение о том, чтобы держать то, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Я думаю, что мы все глубоко убеждены, что если это было необходимо первым христианам, христианам того времени, то оно обязательно сегодня и для нас. Потому что мы живем еще более, может быть, в суровых условиях, в которых можно потерять то, что мы имеем. Касается ли оно человека неверующего? Я вполне убежден и уверен, что оно не касается. Нет, не касается. Почему не касается? Потому что они из чего ничего спасительного, чтобы можно было держать, не приняли от Христа, а поэтому и терять-то им нечего. Человек неверующий еще ничего не приобрел от Христа для того, чтобы потерять. Поэтому их и не касается это предупреждение. Мы видим в этом послании к этой церкви, где Христос предупреждает от чего-то, который может похитить, который может забрать. Мы часто говорим детям своим, я думаю, нам это знакомо, когда мы видим, что ребенок что-то взял ценное, драгоценное, и мы стараемся говорить, доченька, держи, или сынок, держи, 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 подожди, чтобы не уронить, и мы стараемся у них взять это. Или наоборот, когда мы что-то даем им, мы говорим, держи, крепко держи, донеси до места. То есть мы предупреждаем. Но вот здесь мы видим, от кого предупреждение. Я думаю, что у христианина есть много врагов. Не врагов врагов, как людей врагов, а враги те, которые могут похитить то, что мы имеем. И первый враг это дьявол, о котором мы не будем говорить, о котором сказано, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он всегда ходил и ходит для того, чтобы поглотить. Поэтому это первый тот враг, который может быть на пути нашим. И он есть, и он всегда стоит на пути нашим. Но есть другие враги. Другие. Это худые сообщества. Есть такая поговорка или пословица «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». То есть, с кем у тебя общение постоянное, с кем ты живешь, с кем ты вращаешься в кругу, какой твой интерес. И можно определить, кто ты. Есть много творящих дела зла, которые увлекают человека, даже верующего. И поэтому они могут лишить благочестия небодрствующего христианина. Вот эти действия, вот эти сообщества с теми, и они увлекают. У нас есть огромный список в церкви, за которых мы молимся. Те, которые потеряли, те, которые имели и потеряли, худые сообщества разращают добрые нравы. Ну и, конечно, грех – это плод всех беззаконий и беззаконных дел. Пророк Исаия в 59 главе, 59 глава пророка Исаия, второй стих, предупреждает и говорит народу. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Это серьезное предупреждение. Предупреждение людям, которые знают Бога, людям, которые последовали за Ним, может быть, даже любят Бога, но это предупреждение говорит о том, что есть враги, которые могут разделить тебя с Богом и не слышать твои молитвы. Это серьезно. Чего же стоит опасаться? Я думаю, что в каждом нашем доме есть вещи, которые нам ценные. Есть вещи, которые дороги нам, которые мы ставим повыше, чтобы маленькие дети не разбили. Мы ложим подальше, чтобы не испортилось. То есть, то, что нам дорого, чем мы дорожим, мы это стараемся как-то предотвратить и предохранить от любого разрушения, от любого действия. Поэтому нам в жизни, как христианам, необходимо знать методы утраты драгоценностей, потому что их очень много методов, когда мы можем потерять свои драгоценности, когда относимся халатно к каким-то вещам, когда небрежно поставили на край, упала эта хрустальная ваза, которая дорого была передана мне там от бабушки или от дедушки. То есть, различные вещи. Но поэтому сегодня есть опасность потерять то, что мы имеем. И все-таки, в конечном случае, что же мы, как христиане, имеем, чего нам бояться потерять? Я не буду сильно распространяться, я просто назову некоторые моменты, некоторые вещи, которые нам, на которые нам нужно обратить внимание для того, чтобы сохранить это. Это вера. Это первое, то, что у нас должна быть вера. Второе, святость, мир, радость и любовь, терпение, силу, и, конечно же, венец. Мы поем песню такую, и венец, и, конечно, венец, золотой венец, который нам будет дан. Но как легко потерять этот венец, если ты утрачиваешь то, что ты имеешь? Если для христианина вера, святость, мир, радость, любовь, терпение, сила, что-то из этого, что-то утрачивается, что-то теряется, Господь предупреждает сегодня, церковь Филадельфии предупреждает сегодня нам, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Потому что венец можно потерять очень легко, если ты упустил то, что ты имеешь, если ты не определился, что это ценно для тебя. Однажды меня старая женщина уже в преклонных годах спросила, говорит, а как долго нужно бодрствовать? Ну, когда я молодая была, там, понятно, искушение приходит, там то, другое, третье, там надо всегда быть бодрствующим состоянием. А вот уже старость пришла, ну, сижу вот дома, все время одна. Знаете, бодрствовать нужно до смерти, до пришествия Христа. Потому что вознаграждение верным, те, которые остались верны и держат то, что Господь подарил и дал, вознаграждение – это вход в Царство Христа и вечное блаженство. Пусть Господь даст нам мысли для размышления, чтобы нам то, что нам дано, и это ценно для нас, чтобы никто не восхитил. Аминь. Помолимся. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok